Все, родители отвез до дома и сам пошел прогуляться, пока тепло. Единственное, не знал, как одеться. Вообще думал, без курки пойти в футболки, но прохладно. Типа, солнечный хван попринимать. Ну, в итоге вот оделся, как оделся. Курточку, легкую футболку, джинсики. В принципе, комфортно. Сделаю кружок, пройду через 40 лет октября. Посмотрим, может, до Цилковского. Там развернемся. Немного поснимаю. Уже майский город, зимний мы хорошо погуляли, поснимаю. Практически везде. Тут уже зеленый городок. Начало улицы Победы. Памятник солдату. Вечный огонь. Тут еще цветочки возложены после 9 мая. Там у нас спуск к озеру. Ну, пока через лес не буду ходить. Из-за клещей. Слишком что-то много стало. Идем по асфальту. Когда мы за речной ездили и проезжали улицу, которая где вроде как столовая раньше была. Вот эта улица похожа очень на вот эту улицу. 40 лет октября нашу, Снежинск. За одним исключением, что у нас только дороги ширились. То есть две полосы. И машины еще могут встать справа. Там, как помните, две полосы. Но на одной машине паркуется и в итоге одна полоса становится. Ну и наш ямочный ремонт тут пока еще не заделан. Ну, если честно, в этом году еще мало дырок наколупали. Машины здесь не ездят. Такая тишина. Птички только поют. Красота. Что-то я задумался. Надо, наверное, велосипед сделать. Там что-то колесо не надувается. Свозить к тем, кто ремонтирует велосипеды. Сейчас бы можно было прокатиться. Единственное, конечно, снимать на ходу не очень. Я помню, пробовал себе на голову GoPro. Но у GoPro почему-то стабилизация не вывозит плохие дороги. Ну, либо катание по лесу. Все рывками так начинает сниматься. Привязать, короче, iPhone изоленты к голове. Включить функциональный. И голосом включения камеры шел стадион на имени Гагарина. Посмотрите, что-то обновилось. Ну, я смотрю, плакаты обновили все. По-новее не стали. Детская площадка, не помню, вроде не было. Было только тренажеры, которые рядом тоже добавили. Видимо, в футбольном поле кто-то занимается. Сейчас посмотрим, кто только туда не подойти. Там решеточки закрыли все. Надежда, плавание, адаптивная физическая культура. Плавание. Егор Ильичев, мастер спорта России по плаванию. Одноклассник, с которым мы учились вместе. Я, короче, не выдержал, снял куртку. Потому что жарко. Ветра вроде сильного нет. Ну, реально, жарко в куртке уже потихнет, не знаешь. Там дальше баскетбольная площадка, волейбольная, мини-футбольная, теннисная, большой теннис. Трибуны. Ох, раньше помню, тоже футбольную секцию ходил. На этом стадионе мы играли. Потом ездили еще в другие города и играли. А потом в каком-то поле я упал на камень. То ли в Златоусте, то ли здесь, по-моему. Тогда поля же плохие были. На камень, и, короче, с коленкой что-то случилось, и все. После этого завязка с футболом. Сейчас-то хорошее поле, вон, сделали. Зеленая. Травка. Все огородили. Раньше, когда сетки не было за воротами, мы все время за мячом сюда бегали. Сейчас сеточку сделали. Все по красоте. Не, сейчас одно удовольствие заниматься. Было бы сейчас ребенком в эти времена, он здесь бы позаниматься. Было бы вообще классно. По травке побегать, мяч попинать. Вокруг мягкая площадка. Ну, как мягкая, прорезиненная, для бега. Сейчас кто-нибудь скажет, так иди, позанимайся. Но мне вот сейчас нельзя. Ни бегом, ничем таким заниматься из-за сердца. Трибуны, я смотрю, тоже покрасили, обновили. Белый, синий, красный сделали. Слушайте, прямо по красоте тут обновилось все. Круто. Надо будет как-нибудь на какое-нибудь мероприятие сходить. Если футбол там будет. Вон, я вход нашел. Открытый. Поболеть за наших, так сказать. Раз тренируются, значит, играют. По-любому команда приезжает в другие городы. Есть у нас хоккейная коробка слева еще. Но она, конечно, не в таком состоянии хорошем, как это поле. Хотя, давайте сходим, посмотрим, может, там что-то обновили. Все-таки в хоккее у нас в городе более развит. Хотя, самый развитый это, конечно, гамбол. В смысле идти у нас сюда вижу. Трибуны старые, там ворота. И все на замочке закрыто. То есть не обновлено. Интересный стенд. Спортивное сооружение Снежинска. С описанием. Вот это как раз, где я стою. Дворец спорта. В данном эксплуатации в 1961 году долгое время оставался главной спортивной ареной города. На трех этажах зданиях расположены четыре спортивных зала и административные кабинеты. Являются базой для отделений тяжелой атлетики, дзюдо, баскетбола. В 2012 году объект закрыт на реконструкции. Но сейчас открыт, работает. Только что проходил, увидел, там у нас детишки занимаются. Вот наша знаменитая команда Сангольф. Прямо эта площадка, как раз где не играют. Ганбольный. Ганбольная площадка. Вот это гостиница. Построена для, так понимаю, спортсменов, которые приезжают. Ну, другие команды. Сангольф универсальный спортивный комплекс. Ну, а мы идем дальше. Стенд есть. 19.05 в 5 часов чемпионат России ганбол. Динамо-Санголь. Динамо-город Астрахань. Сейчас я, честно, не знаю, в какой лиге играет Сангольф. Но Сангольф раньше играл в высшей лиге. И даже принимал там чековских медведей популярных. По-моему, даже участвовал в Еврокубках. Сейчас надо будет почитать. Честное слово не знаю. Там они остались или вылетели. Хорошо так идется. Тротуар широкий. По той стороне тоже тротуар. Смотрите, домик покрашенный. И еще на 40 лет он домик не покрашенный. И 13-й не покрашенный. Разница, да? Как воспринимает взгляд-то их? 14-й приятники, 12-13 не очень. Дальше 11-й покрашенный. Ну, покрасить, наверное, очередь не дошла, что ли. Я так понимаю, за счет средств капремонта. Я наблюдаю это там. Ну, краситель. Какой важный. Отвернулся. Типа я против камеры, да? Не снимай меня. Частная собственность. Не поворачивается. Ну, ладно. Сиди, охотися. Сейчас я сверну и пройду, наверное, по бульвару Цулковского. Через наш кинотеатр. Ну, и дальше до дома. Батарейка садится. Надо сейчас монтировать еще. На завтра был локар. Два человека набрал. Поедем к Ралине. С утра у меня подработка. До обеда. В 3 часа к Ралине поеду уезжать. Я помню, на аллею здесь пешеходный переход один был. А потом сделали там пешеходный и там пешеходный. А у аллеи убрали. Вон там цветочки уже садят. Скоро будет красиво и что-то. Здесь можно, конечно, к озеру спуститься. Ну, там реконструкция еще что-то рассказала. Хотя, вот смотрите, тут растения посадили, цветут. В общем, потом сходим. Там по-любому красиво. Будет, когда все уже точно расцветет. Пошли на аллею. Ну, и фонтан запустили. Класс. Все-таки, вот так гуляя, я понимаю, наш город снежин сопроектирован вообще хорошо. В плане коммуникации вот этого всего. Аллеи. Это просто красота. Но все же познается сравнение. То есть, где мы только не ездили. На самом деле, вот таких маленьких уютных городов раз-два и обчелся. Они есть. Коголым тут же самое мы встречали. Красота. Альметьевск. Снежинск. Заречный. Свердловская область. Аллея молодоженов. Основанная 14 сентября 2014 года. Дмитрием и Викторией Низкиным. О, как. Смотрите, сколько замочков. И вот гуляешь по городу и прямо удовольствовешься. Еще бы, знаете, вот все реально здания были бы вот так ярко покрашены, красиво. Ох, это было бы вообще наслаждение. Видите, все уверенно делают. Тут отмеряют разные цвета. Цветочки будут расти с узорами всякими. Видите, уже засадили треугольничком. Вот тут, видимо, другие будут цветы внутри. Издалека смотришь, две клумбы, это как один рубик получается. Это наш фонтан цветомузыка. Там, если видите, цвет не меняет. Но к нему надо ночью приходить. Светится красиво. Видите, везде подсветочка. Включили его, видимо, недавно. Здесь кинотеатр. У нас, походу, реконструирует. Что-то красненькое забабахивает. У нас трех ход делает. Знаете, у каждого подсветочка. Просто. Вот такой классный вид здесь. Видно озеро. В общем, походу дела, надо мне отдельно выделять пару деньков. Погулять по городу пешочком. Будем родителей взять. Повспоминать, что-нибудь так. Пойдемте лучше по асфальту. Город преображается. Зимой мы все ездили. Летом тоже, конечно, как-то ездил. Но в момент, когда все расцветает, это прям новые эмоции. Это уже аллея за космосом. Дерево, которое я не помню. Металлическое. Откуда-то появилось. Здесь, можно сказать, выставка камней. Слюдяной сланец. Город. А, поселок Слюдорудник. Это отсюда недалеко от Черной Слюда. Бионит. Вот так вот выглядит. Издалека бы я не понял. Думал, обычный к нам. Гнейз. Город Златоуст. Полевой шпат. Слюда, кварц, гранат. Альмандин. Нюрологический состав. Так, где вообще шел он? Отлегся на камни. Игнейз. Очковый. Полевой шпат. Слюда, кварц. Поселок Костоймост. Костоймост. Но это все рядом же у нас. Слюдорудник Костоймост. Мергель. Кольцы, глина. Котав, Ивановск. Это уже подальше. А, ну тут тоже замок. Пу, блин. Замочки и ленточки цепляют. Белочки по городу бегают. Видите, белочка detected. Попалась красотка. Стоять. На дерево полезу. Ту-ти-тик. Эх, за собой ничего у меня нету по грусти. Это в центре города. А, да ладно, спускаешься что ли? Кс-кс-кс-кс-кс. Белочка. Кс-кс-кс. Чисто. Чисто. Белочка, белочка, белочка. Не видит мне. Так лезет по дереву. Ох. Фига, она полезла. Так легко залазит. Где она, вон она. Так, что я тут? За 20 минут 49 секунд прошел 3 километра. А, или это в среднем километре, в общем, что-то показывает. Тут часы начали считать. Какую-то тренировку, режим включил. Это я уже выхожу в центр города. Знаете, четверг, рабочий день без 25. Это площадь. Как у вас в городе обстоят с этим дела? Ну, я к тому, что, смотрите, как пусто. Народу мало. Свободненько гуляешь. Еще одна аллея. Еще одна аллея. Она сверлова со скамеечками. С клумбами. И знаете, что-то какая много. Тут полностью асфальт переложили. Полностью. То есть, видите, он новый асфальт. Классно. То есть, видимо, здесь тоже какая-то реконструкция уже случилась или будет. Но тут надо попозже, да, прогуляться, когда полностью все позеленеется. Слушайте, обновление в городе прям уйма. Благоустройство квантера города. Еле большие. Фонтан, который недавно обновили. Ресторан Снежинка. Я смотрю, там парапез сделали. Подъем для людей с ограниченными способностями. Ну, в общем, тоже красиво сделали. Скамеечки новые. Вот такая красота здесь. Фонтанчик еще здесь не включен. Я думаю, включат скоро. Его обновили. Выкли тоже более-менее стал. Что кому это напоминает? Или как вы думаете, что это изображено в виде фонтана? Я где-нибудь? Он возле 127-й школы. Я уже приближаюсь к дому. По победе. Поэтому будем, ребят, прощаться. Телефон садится. Что насчет работы позвонили? Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. За это буду вам отдельно благодарен. Желаю вам крепкого здоровья. И семейного счастья. Всем удачи. Всего доброго. До связи. Я думал, это музыка. Это птичка пою. Представляете? Смотрите, как классно на дворе сделали. Все красиво камушками. Солдатик. Смотрите, как классно. Смотрите, как классно. Смотрите, как классно. Смотрите, как классно.